Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о ситуации в футбольном клубе Краснодар, который недавно отправил в отставку главного тренера Ивича. Отставка эта была воспринята прям, скажем, неоднозначно. Ну и после этого было объявлено о том, что новым тренером, хотя тут вернее, наверное, будет сказать, новым старым тренером стал Мурат Олегович Мусаев. Тот самый человек, который в свое время руководил быками, на мой взгляд, руководил неплохо, но тем не менее, в какой-то момент клуб решил избрать другой вектор развития, решили найти более опытных наставников, потом вообще и зарубежных тренеров подтянули, что было настоящим шоком для нас, учитывая то, что Галецкий всегда был против появления таких специалистов. Ну, всем известно, что Галецкий любит общаться с тренерами, узнавать у них, какая тактика будет и так далее, поэтому для него было принципиально, что не должно быть тренера, который не говорит по-русски. Но в какой-то момент Галецкий пошел на подобные изменения, пришел Фарке, немец, тогда же очень мощная селекция была, появилось большое количество легионеров, и многим казалось, что вот эта перестройка, она может принести команде трофеи. И, как видимо, ради этого данная перестройка и велась. И сейчас, когда стало понятно, что «Зенит» скинуть с первого места, как видимо, невозможно в данный момент, что это просто нереалистично, по всей видимости, тут уже Краснодар и Сергей Галецкий решили вернуться к старому вектору развития. То есть, что должен быть российский специалист, желательно свой, из системы клуба, который в том числе с молодежкой поработал, который будет делать ставку на атакующий комбинационный футбол и который будет выпускать много воспитанников Краснодара. И вот, пожалуйста, вернулся Мусаев. Мусаев, который, кстати, сейчас, ну, в общем-то, сидел без клуба некоторое время, он, ну, не то чтобы провалился в Азербайджане, но последнее запоминается лучше всего. И там, руководя футбольным клубом «Сабах», он уступил со счетом 1-7 Карабаху и после этого сам подал в отставку. Некоторое время сидел без клуба совсем немножко, и тут как раз Ивича уволили. И получается, что все одно к другому сошлось. Кстати, были сообщения от инсайдеров, что, в общем-то, Мусаева хотели приглашать уже после ничьи с Рубином. То есть, де-факто, команды всего один тур отыграли, и уже пошли разговоры про то, что Мурат Мусаев может вернуться в команду. По всей видимости, судя по всему, действительно, там были какие-то конфликты между Ивичем и руководством, иначе все это звучит слишком стратно. Но, тем не менее, Мусаев вернулся. Давайте обсудим, какие перспективы открываются, какой в этом смысл и как относиться к перспективам футбольного клуба в этом сезоне. Потому что, с одной стороны, да, «Зенит» вернулся на первое место, с другой стороны, ну, чисто формально отставание у Краснодара не такое большое, поэтому здесь вернуться в чемпионскую гонку теоретически можно. Давайте это тоже сейчас разберем. Но, сперва, хотелось бы напомнить, что в Телеграме я регулярно публикую отзывы о матчах, регулярно публикую новости, инсайды и статьи, и здесь же вы, помимо моего контента, можете получить очень приятные бонусы от наших партнеров, от компании «Пари». Это абсолютно легальная компания, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее, и у них есть специальный подарок для вас, ребят, для зрителей моего канала. Вы можете получить новогодний презент, новогодний фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылке в закрепленном комментарии на мой, собственно, Телеграм-канал, там вы получите все инструкции, с помощью которых получите тот самый подарочек. Так что отличная тема в наши непростые времена. Получайте подарки, читайте мой контент, подписывайтесь на мою Телегу. Ну а мы сосредоточимся на Мусаеве. Вот знаете, когда Мурат Олегович возглавлял Краснодар, я относился к нему с определенным интересом. Ну, потому что молодой специалист, который при этом пытается играть в футбол, ну, в том смысле, что команда играющая, а не просто какой-то физрук с примитивизмом, что это действительно перспективный специалист и что действительно у него есть определенный шанс в рамках Краснодара раскрыться, развиться и так далее. Но это был долгий процесс. И в какой-то момент, по всей видимости, Краснодар все-таки принял решение, что нужны опытные специалисты. И тогда была как раз та самая перестройка под зарубежных наставников, что вот они придут, порядок наведут и так далее. Не сложилось, и сейчас, по всей видимости, Краснодар решил вернуться к старой системе, которую можно назвать самурайской. Ну, потому что у самурая нет цели, есть только путь. И вот здесь то же самое. Цель в виде чемпионства, кубка. Все вот это не срослось, все это уплыло в последний момент. В прошлом сезоне финал кубка проиграли, сейчас из кубка вылетели вообще в чемпионате. Ну, как мы видим, перспектив мало, зимнее чемпионство не дало никаких гарантий на вторую часть сезона. И, возможно, Галецкий на фоне этого как раз и решил. Вот зачем мучиться, если сейчас действительно невозможно полноценно бороться с Зенитом? Давайте останемся самобытным, интересным коллективом, ярким, со своим стилем игры, но, как видимо, без каких-то полноценных чемпионских перспектив. Ну, знаете, такой атлетик из Бильбао, если хотите. Самобытные, но при этом всем понятно, что с Айалом, Барселоной и атлетику они вряд ли могут посоперничать. И вот на фоне этого были разные варианты, были разные слухи. Были слухи, что Старожука могут вернуть. Были сообщения про то, что могут человека, так скажем, извне взять. Талалаева, который, в отличие от Старожука и Мусаева, не был частью системы клубной раньше. Но в итоге выбрали Мурада Мусаева. Мне кажется, здесь просто удачно все сошлось, действительно. Что поругались с Ивичем. На фоне этого Мусаев ушел из своего коллектива. И вроде как проверенный человек. И Галецкий его достаточно высоко ценит. И знает состав более-менее. Мусаев, как бы это странно не звучало. Потому что, да, состав поменялся, но некоторые футболисты остались еще с тех времен. А многие ребята, которые подтянулись, там, молодые, перспективные, они, в общем-то, и при Мусаеве так или иначе наигрывались на сборах, на тренировках подтягивались из дубля. Поэтому здесь Мусаев это проверенный вариант. И это человек, который может сейчас на некоторое время решить определенные вопросы в Краснодаре. Уладить ситуацию внутри коллектива. Поставить какой-никакой футбол. Более атакующий, наверное, чем Ивич. Да, понятное дело, по ходу сезона это будет сложно. Но учитывая то, какие классные игроки есть у Краснодара, там, Сперцян, Кордуба. Я думаю, если немножко поднастроить футбол в сторону большей атакующей направленности, то уже этого может хватить для того, чтобы команда заиграла ярче, чем при Ивиче. Ну и, конечно же, важнейший нюанс то, что Мусаев, как человек из системы, он будет потихонечку перестраивать команду обратно с зарубежных рельс на российские. Просто сколько было возмущения касательно того, что у Краснодара почти весь состав это легионеры. Сейчас, наверное, россиянам будут доверять больше. И это будет касаться не только условного, там, Сперцяна, без которого представить команду сложно, но и некоторых других футболистов. И мы посмотрим за этим процессом. Это тоже любопытный нюанс. Смотреть за тем, как сейчас команда будет русифицироваться, условно говоря. Мурат Олегович при этом получит своеобразный карт-бланш вот на этот сезон. А дальше уже в зависимости от результатов, как мне кажется, будет определяться будущее. Это у наставника, будет ли он дальше здесь работать или нет. И на данный момент Мусаеву можно условно назвать временщиком. Но временщиком, конечно же, с перспективами. Касательно того самого азербайджанского вояжа в исполнении Мурата Мусаева, он принял футбольный клуб Сабах. Это, я так понял, середнячок азербайджанской лиги. То есть это не уровень Карабаха или того же самого Невчи, три легендарных команд уже, каждую по-своему. Это крепенький такой коллектив, который при этом может, кстати, и в низах турнирной таблицы оказаться. Там в Азербайджане, я так понял, очень плотненькие чемпионаты. Например, когда Мусаев пришел в Сабах, там команда боролась за выживание. Но Мусаев подтянул ее на достаточно высокий уровень. В какой-то момент даже вывел в Еврокубки. И в какой-то момент Сабах оказался на втором месте, потом еще на третьем. То есть, в принципе, команда действительно прибавила. По ему ради Олеговича. И он набрался опыта, он набрался каких-то тренерских скиллов. Потому что одно дело руководить Краснодаром, где все выстроено вокруг какой-то единой целостной системы, где все молодежные команды играют по одному образцу, и старшие команды пытаются также играть в комбинационном ключе. Когда все строится под единый шаблон, и тебе как тренеру нужно просто управлять вот этим процессом, ставить форму и так далее. А стилистика игры, она уже за тебя определена. Вот в Азербайджане Мусаеву пришлось больше варьировать свою тактику, где-то играть от обороны, где-то играть в прессинг и так далее. Поэтому в Азербайджане он в любом случае стал более разнообразным тренером. Что тоже будет плюсом, потому что всем ясно, что сейчас после прагматика Ивича вернуться к чистому комбинационному футболу будет сложно. Нужен будет какой-то промежуточный этап, и здесь Мусаев, который с одной стороны краснодарский тренер бывший, а с другой стороны поработал с азербайджанским середняком и научился в том числе там играть вторым номером по необходимости, вот он будет как раз очень неплохим вариантом. Разумеется, будут сомнения, будут вопросы, но если альтернативами были Старожук и Талалаев, как сообщается, ну, наверное, это неплохой вариант. Просто каждый раз, когда убирают наставника сейчас в российском чемпионате, у меня возникает один и тот же ключевой вопрос. А кто пойдет вместо? Просто сейчас заманить по-настоящему топового наставника будет сложновато в любой коллектив. Даже Зенит, в случае, если Симаку станет и уйдет на пенсию или еще куда-нибудь, ну, даже Зенит, как мне кажется, с большим трудом будет искать себе нового коуча. Поэтому и получается, что многие тренера получают новые и новые шансы и за них держатся. А здесь, ну, Ивич, по всей видимости, просто вот испортил отношения, и на фоне этого появление Мурадова-Мусаева, проверенного своего, оказалось, наверное, логичным решением. На эмоциях, конечно, команда сейчас прибавит, как мне кажется, потому что Мусаев, опять же, это человек, который очень хорошо, скажем так, налаживает атмосферу внутри коллектива, команда перезагрузится, команда, наверное, будет сейчас больше играть в атаку, что даст продышаться Сперциану, Кордубе и остальным, это будет несомненным плюсом. При этом, что очень важно, защита, достаточно толковая, выстроенная еще Ивичем, она, наверное, никуда не денется, потому что Тармену, Алонсу и остальные, это очень высокого уровня игроки, и представить, что сейчас Мусаев пойдет и все поплывет, наверное, не стоит. А вот то, что атака задышит легче, это факт. Но все-таки ждать моментального преображения именно с тактической точки зрения не стоит. Сейчас будет промежуточный этап, когда команда будет потихонечку перестраиваться обратно в сторону атаки, и насколько это успешно будет, посмотрим. В любом случае, Мурат Олегович, это не худший вариант, мне кажется, сейчас из имевшихся кандидатур, это самый подходящий специалист.